Международный комитет Красного Креста уже 30 лет работает в Абхазии. В итогах работы и задачах на сегодняшний день будем говорить с помощником главы миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Борисом Казанба. Борис Петрович, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый день, спасибо вам. 30 лет достаточно большой срок деятельности, да, миссии МККК здесь. Как вы оцениваете итоги этих 30 лет в целом, если говорить? Ну, в целом, конечно, хочется сказать, что хочется услышать результат итогов деятельности МККК от тех людей, с которыми мы работаем и для которых сегодня работают программы Международного комитета Красного Креста в Абхазии. И как раз-таки этому и был посвящен сегодняшний наш такой круглый стол, можно назвать, на платформе ГУМа, где мы пригласили тех людей, с кем мы работали в прошлом, с кем работаем сегодня и продолжаем вести многие программы пока на данный момент и услышали их мнение о деятельности нашей организации. И было приятно, конечно, что в целом это были очень добрые, хорошие слова. Это было теплое спасибо за ту работу, которую МККК проводил и проводит на данный момент. А я понимаю, что не всегда цифры говорят, да, за себя, но в данном случае, мне кажется, имеет смысл и рассказать нашим слушателям о том, какое количество проектов, гуманитарных проектов здесь в Абхазии провел комитет. Да, в целом, и вот начиная с 92-го года, какое количество проектов? Ну, если говорить в целом по проектам, одним из первых направлений работы МККККККК это было оказание продовольственной помощи наиболее уязвимому населению. Как мы знаем, что в результате конфликта 92-93 года были очень большие разрушения, и многие люди решились элементарных условий, как продукты питания. И именно на это была нацелена основная программа, которая уже к середине 90-х годов в Абхазии насчитывала порядка 50 тысяч получателей помощи основными продуктами питания. Для наиболее нуждающихся была организована, это уже с 1997 года программа бесплатных столовых, где порядка 10 тысяч человек в различных районах получали горячее питание. Но потом уже по прошествии времени менялась социально-экономическая ситуация в Абхазии, и с середины 2007 года власти взяли на себя полную ответственность за поддержку оставшихся бенефициаров. Если говорить уже дальше по оказанию помощи, это можно сказать о программе оказания помощи после вооруженного конфликта 2008 года. В августе, когда МККК начал оказывать помощь жителям Кудорского ущелья продовольствием и предметами первой необходимости. Эта программа на данный момент продолжается, наиболее нуждающие жители, это в основном престарелые и больные, и сегодня получают эту помощь. Если говорить так, что было в прошлом, и то, что сегодня уже, скажем так, закончено, это, можно сказать, о большой медицинской помощи, которую МККК оказывал медицинским учреждениям Абхазии буквально с 1992 года по апрель 2007 года, оказывая поставку основных медикаментов всем больницам Абхазии. Кроме того, следует отметить, что в 2000 году МККК оказал помощь службам переливания крови в Абхазии. Четыре больницы тогда получили специализированное оборудование, и для работников лаборатории были проведены специальные такие тренинги. Вот, здесь можно сказать, что период пандемии, как мы знаем, это было то, что никто не мог, в принципе, и даже подумать, насколько сложно это все будет. И здесь так получилось, что МККК с марта уже 2020 года организовал регулярную поставку средств персональной защиты и предметов гигиены, а также наглядных информационных пособий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в условиях COVID для медицинских учреждений, занимающихся лечением и профилактикой этой болезни. Особое внимание здесь было уделено санитармедицинской службы МВД, поскольку мы понимаем, что вероятное распространение коронавируса в местах заключения, она наиболее велика. Кроме того, на протяжении всей пандемии более 500 нуждающихся жителей Абхазии во всех районах старше 70 лет четыре раза получили гуманитарную помощь от МКККК. Каждая раздача была представлена основными продуктами питания средствами гигиены из расчета на 4 месяца. Если продолжать то, что... А вот суммарно, если по проектах, вот какое количество? Вы такую статистику ведете в комитете? Ну, у нас как бы... Мы можем сказать, конечно, что по каким направлениям мы работали, но если так вот назвать, ну, это, я думаю, что больше где-то 20 различных проектов. Это все, как правило, серьезные проекты, и число получателей помощи там не ограничивается одной сотней человек, как вы понимаете. А вот отдельно мне бы хотелось поговорить о проекте по поиску пропавших без вести. Этот проект продолжается и сегодня. На какой сейчас стадии находится? Спасибо за вопрос. Это, я бы сказал, на сегодняшний момент основная деятельность, которую Международный комитет Красного Креста осуществляет в Абхазии. Это на сегодняшний момент порядка более 2200 человек, значатся пропавшими без вести с двух сторон. Имеется в виду Грузия и Абхазия после вооруженного конфликта 92-93 года. И, говоря сегодня по семьям, живущим в Абхазии, на данный момент 127 человек, они до сих пор числятся пропавшими без вести. Всего, значит, было из изгумированных останков более 200 опознано. Из них 44 были опознаны и переданы семьям в Абхазии. Здесь работа продолжается, она продолжалась даже несмотря на период пандемии, когда, естественно, мы не могли ее вести в тех же объемах, как и до этого. Но с учетом всех рекомендаций, с учетом той ситуации, которая была, все равно работа не останавливалась и были определенные результаты. Кроме того, хочется подчеркнуть, что в рамках этой работы с 2017 года Международный комитет Красного Креста, он обучал местных специалистов по различным специальностям, что касается именно проведения изгумации и поиска пропавших без вести в целом. Это позволило работе создать такой местный потенциал, который в будущем сможет продолжить эту работу в Абхазии. И уже вот с этого года, с начала этого года, это общественная организация «Бридж», и она уже работает в непосредственном контакте с Международным комитетом Красного Креста. А значит ли это то, что эти специалисты здесь сами могут проводить? Нужна ли специальная техника, какие-то приборы, которых… Есть ли у них вот эта возможность? Просто подготовить кадры – это одно дело, да? Одна задача? Вы очень правильно ставите вопрос. На данный момент мы не можем сказать, что эта команда, несмотря на ее мотивацию и на то, что решательно ребята одержимы для получения знаний, на сегодняшний момент самостоятельно они эти все работы проводить не могут. Правильно вы говорите, что порой требуются и определенные там какие-то механизмы, нужны какие-то другие моменты. Лаборатории. Лаборатория, она здесь как таковая, она присутствует, она была построена в 2012 году, это правительство Абхазии построило, то есть все останки, которые сгумированы, они направляются сюда для дальнейшего исследования. То есть место, где проводятся эти работы, это есть, но само опознание останков, оно по решению сторон, это было заложено еще при формировании координационного механизма, где МККК выступил нейтральным посредником. В 2010 году это такой координационный механизм, который дает возможность обмена информации грузинских и аппаратских участников. Вот. Тогда было решено, что опознание останков будет проводиться на нейтральных территориях, то есть на данный момент останки для опознания, они отсылаются в европейские лаборатории. В данном случае мы имеем лабораторию Инсбрук в Австрии. А что касается наших местных ребят, конечно, им еще надо немало будет поработать на приобретение дополнительных навыков, чтобы в дальнейшем, конечно, мы уже могли иметь самостоятельную автономную команду, которая будет многие вопросы решать самостоятельно. Но пока еще роль МККК в этом, она весьма значительна. Борис Петрович, вот когда определяются приоритеты, каким проектом будет заниматься МККК в Абхазии, как это происходит? Ну, я думаю, здесь ничего нового я не скажу. Это реально проходит оценка ситуации, которая присутствует. И когда какие-то моменты выявляются, мы видим, где мы можем быть полезны. Как правило, это та работа, которую власти самостоятельно не могут сегодня проводить. И вот работа по пропавшим без вести – это яркий пример такой ситуации. Потом идет обсуждение с властями. И уже для принятия окончательного решения требуется какое-то время. И становится вопрос ясным. Мы будем заниматься этим вопросом или этот вопрос будет решаться кем-то другим. То есть при согласовании с местными властями? Однозначно. Вся работа, вся деятельность у нас в этом плане очень такие, я бы сказал, принципы строгие, я бы сказал. То, что мы соблюдаем, прозрачность – это один из основных моментов нашей работы. А вот о сотрудничестве с местными органами, если более подробно говорить, как вы осуществляете это сотрудничество? Какая связь между вами существует? Ну, я бы сказал, что здесь, во-первых, это регулярные контакты, в зависимости от того, по какой программе мы ведем вопрос. Если, допустим, опять-таки, возвращаясь с работой по пропавшим без вести, здесь количество людей и представителей организаций, скажем так, вовлеченных в этот процесс, оно не маленькое. Это начинается с Министерства иностранных дел, которое является, так скажем, координирующим звеном этого вопроса с абхазской стороны. Это Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое также с 2017 года уже непосредственно принимает участие в лице своих представителей на местах раскопок. Это, как я сказал, уже местная организация «Общественная Бридж», которая состоит из бывших местных студентов, ребят, с которыми мы познакомились еще, когда они были студентами университета и медицинского колледжа. Ну и, конечно, основная роль во всей этой программе принадлежит движению «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», без которых, я бы сказал, что у нас никакие вопросы, они не имели бы прогресса, потому что именно благодаря их поддержке и пониманию важности этой задачи мы получили возможность непосредственных контактов с семьями, что является залогом успеха в дальнейшей работе. А многие считают, что МККК работает только в зонах, где идет вооруженный конфликт или же вот недавно закончился конфликт, но это ошибочное мнение? Нет, мнение не ошибочно. Международный комитет Красного Креста как раз-таки работает только там, где произошел вооруженный конфликт и только там, где были проявления насилия и связанные с этим жертвы. Именно только там работает Международный комитет Красного Креста. Но 30 лет прошло, вот люди, не все, может быть, сегодня понимают, зачем, да, для чего нам нужна эта миссия, какую помощь оказывают, потому что когда горячее питание в столовых, это все, я думаю, до сих пор помнят, да, эти условия, которые были созданы, но сейчас не совсем понимают вот значение. Ну, я бы сказал, что это, наверное, люди не понимают, которые не имеют достаточной информации на этот счет, потому что, да, кто помнит работу тех же столовых и раздачу гуманитарной помощи, это одно, но есть моменты, которые, они являются постконфликтными сложными моментами, опять-таки, возвращаясь к программе по поиску пропавших без вести. То есть это нет никакой разницы, семья потеряла вчера человека или прошло 10 лет, я бы сказал, еще больше боль становится с прошедшим временем, потому что, к сожалению, многие старшие уходят, так и не узнав ничего о судьбе своих пропавших без вести детях, кто и внуков. И это очень сложный такой момент. То есть здесь говорить о прошествии времени, я бы сказал, будет не совсем правильно. Это именно то, на что сегодня нацелен Международный комитет Красного Креста с властями Абхазии, максимально усилить эту работу, чтобы как можно больше семей получило ответ на главный вопрос своей жизни. Что стало с судьбой, какова судьба их близких, которые пропали без вести. И для этого, поверьте, что проводится очень большая работа, как я сказал, на которую, в принципе, такие моменты, как и пандемия коронавируса, все, они, конечно, оказали какое-то влияние, но все равно эта работа продолжается. Я думаю, что в ближайшие годы мы сделаем все возможное, чтобы еще больше семей получили ответы. А вот если о программе по поиску пропавших без вести, в чем сложность, главная сложность при осуществлении этого проекта? Ну, я бы сказал, не сложность, но необходимость это получить информацию о потенциальных местах захоронения. Как вы понимаете, что многие источники информации сегодня находятся вне Абхазии, на той же территории Грузии. И, естественно, МККК здесь получается как нейтральный такой посредник, который может создать условия, когда две стороны получат именно доступ к этой информации. Потому что очень часто получается так, что, скажем так, люди имеют какую-то информацию, но у них просто нет возможности передать сюда эту информацию. И как раз-таки присутствие такой организации, как МККК, делает это возможным. Ибо только наличие информации о потенциальных местах захоронений – это залог того, что еще какие-то семьи смогут получить ответ на судьбе своих близких, которые канули в безвечности, которые просто пропали без вести, и которых они очень бы хотели найти. Вот если с этой программой все понятно, вот когда мы говорим вообще о помощи, о благотворительности, о безвозмездной помощи, это тема для абхазов чувствительная. Сейчас тенденция чуть-чуть меняется, но раньше было как вот к старикам, вот брошенным старикам, к одиноким старикам. Как-то вот считалось, что у нас нет таких, которые одни. Даже когда дом престарелых появился в Сухуми, многие полемизировали, нужен или не нужен вообще этот дом престарелых. Вот к помощи, как иногда эта помощь необходима этим людям, этой семье, но они стесняются получить эту помощь. Вот такая проблема тоже существует у нас. Я бы сказал, что да, очень хороший вопрос. Это, конечно, ментальность местная, и существуют нужды, и иной раз очень трудно прийти к какому-то компромиссу. Я понимаю, о чем вы говорите. Я помню, сама будучи школьницей, как нам раздавали эту гуманитарную помощь, как она была всем нужна, но все стеснялись ее брать. Ну, я бы сказал так, это большая работа. То есть, прежде чем предоставить какую-то помощь, это раньше, сразу, после вооруженного конфликта, можно сказать, не было возможности. Как я говорил, почти порядка 50 тысяч были получателями помощи. Там было сложно, допустим, сделать полную такую, я бы сказал, оценку нуждаемости. Там просто видели, что человек голодает, и тогда, в принципе, без всяких критериев оно было видно, что человек голодает. Потом, когда уже прошло какое-то время, потом уже больше внимания стало уделяться критериям нуждаемости. Были определенные такие моменты, которые надо было выяснить в ходе непосредственной беседы с получателями помощи. И, естественно, потом уже эти списки стали сохраняться. Плюс, как я сказал, менялась сама социально-экономическая ситуация в Абхазии. Но я вам скажу, что в Абхазии работали программы, которые, в принципе, не нуждались ни в каких таких больших оценках. Это вот я приведу просто как пример, что с 97-го года работала программа помощи на дому. Это программа, которая, я бы сказал, она была очень нелегкая. Мы говорим здесь об одиноких престарелых людях. Очень часто они были прикованы к постели. Это люди, которые здесь были практически без родственников. Да, в Абхазии они жили. И эта программа, она с самого начала осуществлялась через сеть социальных работников, которые через те столовые, о которых я говорил, на ежедневной остове доставляли им пищу. Плюс они оказывали им определенные услуги, как чисто уход на дому, просто помыть человека, чтобы достойно как-то обеспечить его немножко старость. И это такие программы, к сожалению, имели место. Но иногда, вот в этом случае, когда одинокие старики, но МККК же помогает разным категориям граждан, помогала до этого тоже. Но тема чувствительная вот этой помощи. Как дать эту помощь, но при этом не обидеть что ли человека, или чтобы они обратились сами, чтобы они заявили о себе? Ведь как узнать о том, что человек нуждается, если, допустим, он где-то в деревне живет и сам не придет, или там через какие-то местные власти не заявят о себе? Совершенно правильно вы сейчас говорите. Это тот момент, как раз рабочий момент, что указывает на необходимость постоянных таких диалогов с властями. То есть прежде чем что-то выяснить или кому-то поехать, естественно, вот как это было, как я приводил пример в период пандемии, больше 500 человек, они получали гуманитарную помощь. Это те люди, которых мы, в принципе, ранее не знали, но через Министерство социальной защиты и демографической политики, через местные неправительственные организации мы получали список нуждающихся людей, которые живут в различных районах Абхазии. И потом мы максимально постарались сделать такую оценку, мы, в принципе, постарались посетить почти всех их, кого было возможно, и уже на основании того, что мы увидели, мы принимали решение о предоставлении гуманитарной помощи. Как правило, естественно, там, ну, я не помню, чтобы кто-то отказался или как-то что-то, но в целом это сработало нормально. То есть здесь мы говорим о непрерывном таком постоянном диалоге, который проводился с властями и местными неправительственными организациями по нахождению такой категории людей, которым сегодня надо оказать помощь. Если говорить дальше о ваших планах, проектах, которые вы будете продолжать и проекты, которые вы планируете начать? Ну, сейчас больше, я бы сказал, мы говорим о том, что имеет место пока как бы быть. Это, естественно, в первую очередь, опять-таки, работа по пропавшим без вести. Это работа, которая, ну, это больше не работа, это, скажем так, я бы сказал, деятельность, мероприятие, которое мы проводим с людьми с ограниченными физическими возможностями. Это, как правило, жертвы мин и неразорвавшихся боеприпасов со времен вооруженного конфликта 92-93 года. С ними мы вот уже буквально на протяжении 9 лет регулярно проводим встречи. Это и футбольные, значит, матчи, и конные скачки, и чемпионат по нардам, настольный теннис. Опять-таки, посыл этих наших таких, скажем, мероприятий – это дальнейшее интегрирование их в сообщество и обращение внимания на их проблемы. Потом, дальше у нас пока еще будет продолжаться деятельность по Кудорскому ущелью. Там количество получателей помощи небольшое, но, как вы можете понять, что ситуация для многих из них там, особенно те, которые престарелые, больные, ситуация, она сложная. Мы продолжаем также работу по распространению знаний о международном гуманитарном праве, в особенности вот среди студентов Абхазского государственного университета. Это юристы и историки, где довольно-таки ребята демонстрируют большой интерес к самому предмету, как международное гуманитарное право. И это также для нас возможность рассказать им о деятельности Международного комитета Красного Креста в Абхазии. То есть вот эти моменты, они пока еще у нас запланированы, как те, которые будут продолжаться. Распространение знаний о международном гуманитарном праве подразумевает курс лекций для студентов. В какой форме это выглядит? Это, как правило, у них вот почему мы именно работаем с юристами и с историками, у них есть в академическом году определенное количество, которое как раз-таки посвящено международному гуманитарному праву. Мы как бы усиливаем эти знания. Это двухдневный такой тренинг. Это, я бы сказал, порой можно даже сказать такой насыщенный тренинг. То есть мы буквально в течение двух дней ребятам преподаем то, что, я бы сказал, является хорошим дополнением тех тем, которые они получают в процессе обычного своего учебного процесса. И после этого мы делаем соревнования. То есть там уже они показывают, как они усвоили этот материал. И я вам скажу, что очень такие интересные получаются соревнования. Ребята действительно ведут себя очень активно. А насколько вот про проекты, которые вы говорите, как они сосредоточены по районам? Или это все проекты, которые распространяются на всю территорию Абхазии? Ну, если здесь говорить, опять-таки, в зависимости от программ, это та же программа поиска пропавших без вести. Это, конечно, оно, как правило, имеет место в тех районах, где проходили боевые действия, где тогда получалось, что не всегда, допустим, человек, который даже погиб, можно было сразу его передать семье. Это была уже непосредственно ситуация там связанная. То есть все зависит от проекта. Вот проект по поиску пропавших без вести, он касается всех жителей, да? Однозначно, да. Мы не делаем акцента на какой-то определенный район. Это в зависимости от того, что предусматривает сам проект. Борис Петрович, спасибо, что были у нас в студии. Об итогах работаем как АК за 30 лет в Абхазии. Задачах на сегодняшний день. Говорили с помощником главы МИСИ Международного комитета Красного Креста в Абхазии Борисом Казанба.